Всем привет! Начинаем прохождение новой игры. Ну как, игра совсем не новая, но как бы... Хотя, ну и на канале она не новая, да? Мы же выиграли Герой Меча и Магии 3. В общем-то, я начинаю линейку стратегий и буду постепенно их проходить. Сначала третий герой, потом чередовать с King's Bounty, как я и говорил. Потом четвертые, пятые, шестые. Вот, посмотрим. Давайте начинать. Так, новая компания. Заходим, получается, в компанию. Ну, клинок Армагеддон или Возрождение Рафии. Давайте с Возрождения Рафии начнем. У нас тут, получается, шесть компаний, да? Ну, вот с самой первой. Так, собственно... Ну, уровень сложности здесь не выбираем, но мы можем выбрать бонус 14 копейщиков, ресурсы или санитарная палатка. Пусть будут копейщики. При высадке мы обнаружили только полуразрушенный форт. Ходят страшные, но непроверенные слухи. Жители покинули близлежащие деревни. Все, что рассказывают немногие оставшиеся, свидетельствует об одном. В Возрождение Рафии вторгся, Нихан. Как можно быстрее собери отряд. Обучи его и будь готов ответить на силу силой. Уничтожай всех врагов, встретившихся на твоем пути. Питать надежды на лучшее бессмысленно. Война началась. Че, блин? Сплотите местную милицию. Боже, эти субтитры, это просто забей. Так, ну графон тут стандартный, скажем так, убогий. И менять я его не буду. По той простой причине, что... Ну так должно быть. Это старая игра. Вот, субтитры, ну, не знаю. Быстрые битвы нам не нужны. Значит, тут у нас это... Принимаем в свои ряды, так сказать, выполнение. Так, что-то у нас даже многовато всего. Ну да ладно. Что-то как-то совсем пока что легко, да? Такой гарнизон. Так-то неплохо. Ну, это самая первая, получается, миссия. От нее не следует ждать чего-то прям, вау. Целая орда кораблей здесь. Давайте посетим святыню. Не знаю. У меня книги заклинания нету. Да, для этого надо было ее приобрести. Рынок и кузница нужны. Вопрос. Запрещают мне здесь, кстати, портал славы строить. То есть, без ангелов. Продвинутая артиллерия. Так, давайте-ка. Книга заклинаний. Сейчас можно посетить. Удача. Ну, такое, не знаю. Я такими заклинаниями не пользуюсь. По типу удачи. Они какие-то простенькие. Так, у нас тут лесопилочка. Догнают заставить вступить в бой, конечно. Так, и сразу... Вот так вот, я думаю, да? Очень лдово. Да, там был пак. Я скачивал... Типа HD, не HD. Но что-то подумал. Не, надо ванильное. Третий герой. Надо ванильное. Может быть, только анимации чуть-чуть побыстрее сделать. Куда ж тебе прет-то, а? Так, а можно еще постреляю? Ну, вот и все. Ради опыта я это сделал. Так, собираем. Так, ну тут муниципалитет. Потому что рано или поздно золото. А что у нас вообще по задачам? Где это можно посмотреть? Вы должны окружить и захватить город Тираниус. Тираниус. Ваши герои будут ограничены шестым уровнем в этом сценарии. Но четыре ваших самых сильных героя перейдут с вами в следующий сценарий этой кампании. Шестым уровнем. Четыре героя. То есть, есть смысл еще и других героев приобретать. Хотя, признаться честно, я этим не занимался никогда. Но... Можно попробовать, правильно? Почему бы и нет? Хижина ведьмы. Основы магии огня. Неплохо. Начало пойдет. У нас гонщик. Конюшню можно посетить. Правда, в конце месяца. Такое себе. Тем не менее. Толпа гогов. Да? Давай тактику возьмем. Неплохая вещь. Так, наверное, я зря все-таки... Блин, я пропустил, надо было почитать. Ну ладно. Я просто привык так играть и пропускать вот это вот все. А я же теперь компанию сейчас прохожу. Мне надо читать, по идее. Нет, в бой вступать мы не будем с ними. По той простой причине, что это стрелки. А вот с ними можно для дополнительного опыта. Почему бы и нет. Так, 10 маны. Как бы она пока что не нужна. Что-то тут открыли. Не особо мы и открыли. Да ладно. Интеллект. Заклинание усиливает. У нас рыцарь же, правильно. Так. Сейчас у нас новая неделя будет. Так, давайте-ка разблокируем монахов. Чтобы они были. И на следующей неделе их будет больше уже. Так. Наверное, нацких гонщик. Пусть ладно идут. Повышаем статы. 500 золота. Неплохо. Так, бастион грифонов. Хранилище ресурсов. В принципе, цитадель. А что для ипподрома нужно? Конюшня нужна. Что логично. Давайте в рыцаре выходить. Золото есть. Ресурсы соберем. Ну, плюс знания. Отлично. Давайте-ка вот это все пособираем. Продвинутая магия огня или основы тактики. А пусть магия огня будет. Почему нет? Плюс защита. Так. Если что, золото забираешь копейщиков, идешь за остальной армией. А мы ее пока скупаем. И будем как-то распределять. Заранее хочу предупредить. Я играю, как сказать, не особо обеспокоиться сохранности войск. Скажем так. То есть, есть игроки, которые играют в стратегии именно высчитывая там циферки там до последней единицы. Чтобы там вот здесь не потерять одного там копейщика, там не потерять одного лучника. Я так играть не привык. То есть, потерял и потерял. Фиг с ним. То есть, в каких-то самых жестких боях я могу там, допустим, позволить себе поделить там единички. Что-то такое поделать. Так, ладно. Надо обменяться. Подожди-ка, я что, не забрал их? Так как так? Серьезно, я их не забрал. Они остались в замке. Я забыл за это. Стадель. Увеличиваем прирост. Ладно, все равно сейчас подберем золото. Надо уровень получить вот здесь. Шестой уровень, да? Какого крестьян? Четвертого уже. Давай лидерство, однозначно. Будет боевой дух срабатывать. Будет все отлично у нас. Старший слуга приближается к вам, ведя под узцы прекрасного боевого коня. Этот скакун поможет вам путешествовать быстрее, но у нас слез истощается. Да, да, да. Это эффект конюшни. Ну, замок, наверное. Снова слов. Приобрести замок. Максимальный прирост. Так, все. Теперь они точно у меня. Давай-ка меняться. Ну, я не знаю. Как-то вот надо распределить. По-умному, что ли. Рыцарь-монахи сюда. Или пополам. Или пусть у нее пока что копейщики будут. В принципе, нормально. Она все равно пойдет сейчас улучшит их, потом еще себе армию возьмет. Мне бы Капитолий построить. Десять тысяч надо. Чуть-чуть покопим, значит. Без Капитолия, ну, вообще печально. Две тысячи в день монет. А так хоть четыре тысячи. В идеале бы еще шахту золотую. Так, шестой уровень. Все, это максимальный. Больше мы не берем опыт. Кроме того, Кристиана. Вы входите в лачугу и заводите беседу с хозяином мага. Он рассказывает вам о местах, отдаленных и не столь. И такая информация, без сомнения, полезна для такого путешественника, как вы. Это он открывает нам область. Берем золото. Потому что уже не лезет остальное все. Самоцветы. Так, а что мы еще можем посетить? Посещено. Можно, в принципе, усилить этого героя тоже. Там какой-то персонаж уже бегает. Тут я не жалею, покупаю Капитолий. Мы уходим в Кризис, но зато есть Капитолий теперь. Колдовская сила. Ну, допустим. Так, ну вот этих дядек и те. Пойдем. Остается вступить в бой, давай. А их тут немного, 13. Они кавалеристов испугались, наверное. Да и, в принципе, остальных много. Так, по заклинаниям у меня 40 урона. Ну, типа магии огня, но магии огня нет у меня пока что. Не изучил. Ой, как хорошо лидерство работает. Может, его пришить? Да ладно, будем торопиться пока. Всегда успеется. До свидания. Ну да, тут изначально шансов не было, поэтому... Увы, ах, для демонов. Собираем золото. Тут у нас дурные глаза. Потихоньку надо улучшаться. Может быть, даже... Так, собирай, короче, армию. Это у нас бесплатные копейщики. Каждую неделю. Поиди мне бортуть. А тут у нас что? О, тут гарпии защищают. Не-не-не, с гарпиами драться я не хочу, но вот артефакты я заберу. Накидка, кольцо. Карты пророчества. Карты. Удача плюс один. Здорово. Кольцо. Боевой дух. И удача плюс один. Отлично. Вылечить, продолжить своих заклинаний на три раунда. Ага. Магическая накидка. Ну, пусть будет. Амулет маны. Восстанавливает одну ману в день. Понятно. Ускоряет реген, короче. Так, танцующий мужик, давай мне свое золото, вот. Ой, а что это я не посетил? Как так? Так, а интересно, мне хватит выкупить? Нет, не хватит денег. Выкупить войска? Вот сейчас вполне может хватить. Нет. Чуть-чуть не хватило. Ну да ладно. Не хватило. Да что ж такое-то? Не знаю. Ну и сюда. Может быть еще какого-то героя присмотреть. Вот у нас есть девочка, специалист по кавалеристам. А, это турист, это пацан, прошу прощения. У меня денег на него нет. Ну он мне всегда просто девушку напоминал. А сейчас смотрю, вроде, мужское имя. Хотя зачем я сражаюсь? Я думал, я ради опыта сражаюсь, но у меня же максимальный опыт сейчас тупанул. Ладно. В принципе, мы сейчас по-быстрому забьем. Тацких гонщик. Да ладно. В смысле троих только. А, ну в принципе два кавалериста. Всего два. Окей. Да, опыт уже все. Артефакт. Птица познания. Что она дает? Мастерство рлиного глаза на 5%. Но у меня, по-моему, нету. Или это вообще на обзор, в принципе, влияет? Так. Тут у нас враг. Запакован. Вердиш. Пятый день. У меня нет денег. Это плохо. Ладно. Потом армию, если что, будем собирать. Один кулак. Не посещено. Подожди-ка. Книгу заклинаний мы берем. Магия огня. Не, давайте не будем брать этому герою магию огня. Потому что что-то как-то, ну... Все с магией огня. Нет, бегите. Бегите, бегите. Спасайтесь. Кто может. Я, скорее всего, просто вернусь, потом, наверное, к своему, скажем так, постоянному состоянию, да? Если можем так выразиться. То есть, один герой, одна армия, потому что мне так не очень удобно тремя армиями заправлять. Можно еще героев с единичками сделать. Чисто для разведки. Напишите, как будет лучше. Все-таки три армии таскать, или, может, лучше героев остальных оставить для разведки. И одна основная армия. Или, может быть, две армии сделать. Потому что могут же напасть еще. Где-то когда-то на крепости. Ну, они драться захотели, поэтому... Тут у нас портал. Мы ничего не покупаем. Нам нужны деньги. Наверное, все-таки я буду ориентироваться по ситуации. Давайте-ка я, наверное, все-таки соберу армию. Тут портал. Я просто постараюсь быть внимательным. Блин. Хотя у меня нету сейчас тира седьмого. Поэтому, в принципе, без разницы, наверное. Давай-ка мы грифонов отобьем, а? Четыре хиста. О-о-о! Смотри, сражаться хотят. Да. Да пусть пока так будет. Меня устраивает все. Ну, тут кавалеристов четыре. Это посерьезнее уже. Пойдем, надоем им по щам. Что вообще рассчитывать, непонятно. Ну, вот как-то так. Грифончиков забираем. У нас проход заблокирован. Две дамочки проследят, короче, за... За замком. Тут потусуются. Вот. А Кристиан пойдет и разберется с противником. Я думаю, что именно так все и произойдет. Так. Давай мне кавалеристов. Да, конечно, ей кавалеристы больше, как бы. Больше имеет смысл ей кавалеристов оставлять. У нее бонус на них. Но, как бы, она не полководец. Блин. А, ну, ладно. В принципе, пусть грифоны останутся. Или взять... Вот так сделать. Мы так и поступим. Все, Кристиан, вперед. Я надеюсь, этого войска будет достаточно. Принадлежит красному игроку. Спасибо, я не знал. Лебединое озеро есть. Так, денег у нас 17 тысяч. В принципе, можно продолжать. Делать апгрейды. Неизвестно, пригодится это или нет мне. Мне бы сейчас просто форт на холме найти. И все. О! Ты смотри, что я нашел. Знание и сила плюс один. То есть, магические. Два магических стата. Окей. Порталы есть. А тут по-другому и не уйти отсюда. Так, что дает сфера? Увеличивает разрушительную силу заклинаний воздуха на 50%. Ну, пусть пока будет. Пока альтернатив никаких нету. Мы берем то, что дают. Так сказать, это все. А, тут еще проход, кстати, есть. Надо по-это почитать. Вообще, что там пишут. Так, улучшаем ипподром. Замечательно. Полностью улучшенные войска. В принципе, ее можно снарядить под креплением и отправить в догонку к крестьяну. Мирхем. Запад. Каратит. Следуйте вдоль гор на восток, затем на юг. Ничего не понял, но очень интересно. Давай-ка мы тебе плюс уровень еще сделаем. Корона главного мага. Знание плюс 4. Офигеть. Ну, короче, нормально так приоделся персонаж тут. Просто все слоты практически. Скорость во время боя всех существ на один. Тоже неплохо. Это хорошее. Так, братство меча. Давайте заклинания. С деньгами вроде как проблем не должно быть. Давай мы и тебе книгу заклинаний купим. Ну, вот, конечно, без ангелов, да. Печально. Почему-то в первой миссии не дают их приобретать. Хотя я вот, допустим, хотел бы. В принципе, можно пойти, я думаю, где-то победокурить. Подалеку. Давай лидерство. Так, и тут у нас двухсторонний монолит. А, это мы тут выходим, получается. То есть у нас один путь вот сюда только. Все, больше некуда идти. Ну, или назад. Опа, вот это, по-моему, хорошие сапоги. Скорость передвижения героя по суше. Давай-ка лучше это возьмем. Пока что заклинания мне не особо. Тороплюсь с ними, поэтому... Третий уровень. Защита от земли, забывчивость, уничтожение нежити. Ну, такое себе. Наборчик, конечно. Что я не посещал этим героем еще? Вот. Пожалуйста. Так. Что лучники тут делают вообще? Я думаю, сейчас рыцари справятся. Чемпионы, в смысле. В принципе, не буду. Надо было здоровья посмотреть, сколько. Ладно. Да нормально еще, выстоит. В принципе, без проблем даже. Тут, наверное, опыт. Возьмем стрельбу. Почему бы и нет? Хороший навык. Поскольку урон увеличивает от стрелков. Так, и вот. А, все. Четвертый тир это максимальный. Причем это у людей максимальный. Молитва дается. И хождение по воде. Хождение по воде довольно полезная тема. Потому что на корабль садится это целый день. Отнимает. Колечко еще одно выпало. Атака и защита на один. Очень даже неплохо. Так, тут у нас самоцветы охраняются созерцателями. Маяк есть. Но не то, чтобы мне нужен был маяк. Я просто пока что не собираюсь плавать. А маяк нужен именно для плавания. Наверное, пока что ничего брать не буду. Хотя можно было бы хранилище ресурсов. Оно дровесину и руду в день прибавляет. Но пока что не горит. Много стоит просто этот склад. Пу тысяч. Так, секира кентавра. Нападение плюс два. Семь, семь, два, семь. Прикольно. Тут еще один артефакт. Вот здесь мы видели противника. Но пока что что-то нет. Знание и силы на три. А, так надо брать. Но оно реально... Ну, как бы скорость плюс один для существ в бою это хорошо. Но вот это вот это... Это очень мощно. Нельзя проигнорировать просто. Горгульи у нас тут охраняют. Ну и ладно. Похоже, что мне идти только сюда. Получается, мне возвращаться надо. То есть сюда я сходил только за артефактами. В этот же ж я не прохожу. Это выход, по-моему. Сейчас мы проверим. Я не помню просто. Должно хватить на всех. Ну, вот как-то вот так, что ли. Так, а зачем я ее в замок? О, его, точнее. Ну, это все. Это... Это теперь он не отделается от этого клейма. Из-за своего лица детского. Плюс волосы длинные. Ну, как бы, ну. Так, ладно, гуляйте. Шлем-череп, что дает? Знание плюс два. То есть, если ты наденешь на голову череп, ты будешь больше знать. Запомните это. Ты посмотри, а, там движуха какая-то шахта и захватывается. А, нет, смотри. Можно сюда попасть. Я почему-то думал, что это односторонний. Невосприимчив к гипнозу. Хорошая, кстати, тема. Гипноз это очень противное заклинание. И что самое главное, если у искусственного интеллекта оно есть, оно используется им. Часто. Да, постоянно. Так что. Так работает игра. Нравится искусственному интеллекту это заклинание. Так, мы забираем золотую шахту. Я надеюсь, сейчас. Да, отлично. Давай-ка баллистику. Тут еще артефакт лежит. Ой, блин, я же забыл. Не тем героем. Подбираю. Накидка скорости. Повышать скорость всех ваших персонажей во время боя на 2 балла. А, вот это лучше уже. Чем длительность бафов. Так, брелок. Невосприимчивость к гиберсерку. Тоже хорошая вещь. Что-то мне как-то повезло, блин. На 2 невосприимчивости. Так, ты у нас будешь грифонов сколлекционировать, короче. До потери сознания, я думаю. В город заходить, в принципе. Нечего. Подземный мир тут еще есть. Что мы еще не посетили, а? Этой девицей. В принципе, пусть едет в город за войсками. Тут у нас магоги стоят. Мы их успешно побьем. Герб. Где он? Я, наверное, слепой, да? А где герб-то? Странно. Погнали тут нагрудник. Как раз нагрудника нет. Это один из самых, по-моему, таких простеньких. Сила плюс один. Вот и все. Как раз сейчас прискачет на новую неделю. Бегите, пока можете. Школа войны у нас здесь есть. Это хорошо, конечно. Так, а это у нас что? Тетиву нашел. Мастерство стрельбы из лука на 10%. Давайте вот так вот сделаем. Я думаю, это полезнее будет. Ладно, тогда мы, получается, тут делать нечем. Мы возвращаемся. Вообще, надо в замок забежать и улучшить войска. Тогда ты ничего не забираешь. Ты улучшаешь грифонов. И мы идем навстречу, чтобы поделиться войсками. Ну, или как вариант, можно просто вот так вот сделать. Короче, ладно. Она... Он, вернее, прошу прощения. Он будет разведчиком. А может быть, вообще поплавать? Ну-ка, давай-ка. Тут сундучков он почему раньше не сообразил, а? Так, школа войны. Нападение. А откуда здесь? А, наверное, все-таки сюда идти, да? Потому что больше ничего нет, как я вижу. Ну, значит, сейчас Кристиан забирает армию. Это, в принципе, хорошо, когда у нас один вариант только. Когда не есть, что убирать. Золото пособираем. Полезные ресурсы. Бареходство нужная штука. Можно, кстати, тогда забрать маяк. Только как маяк здесь оказался захвачен. Сюда приплыли, получается, да? По воде. И забрали. Можно водоворотом воспользоваться. Но я лучше, наверное, буду открывать постепенно. Потому что... Мне нужно вообще видеть территорию свою. Тем более, что карта маленькая. Сколько же у меня, ребята? Это... Город растет. В частности, армия. Так, в принципе, я думаю, мне этого хватит, чтобы выписать кому угодно, что угодно. Погнали на дьяволов. Разведчик. Разведчица, хотел сказать. Продолжает плыть. Так. Наверное, надо было сначала походить это. Тут даже биться со мной будут. Что ж, хорошо. Я услышал. Хорошо, а? Не стыдно? Блин. Сейчас будут первые потери. Может быть, жахнуть, а? Что-то не особо сильно. Ну, ладно. Офига ты. Все. Минус один этот крестоносец. Ну и ладно. Минус еще один. Лады. Это не основная армия. Поэтому пофиг. Да и вообще, два солдата это не потеря. Вот можно разведку взять. Это будет полезно, я думаю. Твоя цель, мельница. Там уже эти очки передвижения, капец как. Выступил. Ничего, ничего. Сейчас спасем утопленника. О! Артефакт. Заклинание силы воды. Плюс 50% к урону. Плюс 50% к урону. Я хочу заставить их. Вступить. Вот так вот. По-жестокому. Ох, как же далеко все ходят, а? Я достаю. Ну, если бы я в центре стоял, я бы достал его. Мощно. Хорошая накидка. Все. Это, кстати, мои любимые существа в этой расе. Ну, в расе демонов. Не знаю, почему они, больше всего они мне нравятся. Это пятого тира, по-моему, существа. Ну да, пятого. Шестой там эти ифритые. Идут. Так, кристаллы. Не, подожди. Подожди. Короче, она будет чисто разведчицей. Ой, то есть, ну вы поняли. Блин, ну это, короче, все. Это теперь навсегда, я так понял. Так, в принципе, можно хранилище ресурсов купить и разориться. У меня с деньгами сейчас все отлично. У меня есть золотая шахта. У меня есть все. Открываем территорию. Город. Мы не дадим возможности подготовиться. Мы сразу нападаем. Фанатика убил. Окей, что дальше? 240. Ё-моё. Жахнуть? Неплохо. Смотри, еще двоих убил. Это заклинаниями они будут стабильно убивать. Катапульта, блин, не сломала ворота. Стену не сломала, к сожалению. Ворота закрылись, к сожалению. Открой ворота. Ох, с удачей. На, на. Нормально так. В принципе, я думаю, тут убивать просто можно. До свидания. С удачей. 740. Неплохо. Ха. Еще один выстрел. До свидания. Так, я не дам возможности ему еще кого-то убить. Мы заканчиваем бой. Так, отлично. Первый захваченный город. Невосприимчивость к забывчивости. Что тут еще у него? Каменный нагрудник. Когда это средство используется героем в городке? Число существ четвертого уровня в этом городке. Городке. Почему городок? Почему не в городе? Увеличивается на 3 в неделю. Четвертый уровень. Удача. Плюс 1. Клевер. Наверное, лучше вот так сделать, да? Повысить удачу. Конечно, в третьих героев, я бы сказал, тут удача не особо-то что-то решает. Но вот в последующих частях удача это просто... Ну, начиная с пятой, наверное, части. Смотри, там кто-то быкануть решил, да, походу? Хотел проскочить, по-быстрому город занять. Угу. Сейчас у меня проскочит. Так, продолжаем плыть. Тут у нас есть земля, только не знаю для чего. Я, кстати, могу, в принципе, еще делать для героев третьих созданной карты. Я даже для пятых делал созданной карты. Интересно заниматься этим. Так, а тут я смотрю уже серьезно, да? 150 алибарчиков, 39. Это основная армия, да? А, ну да, это эта тетка. Которая, собственно, лазит тут. Мне бы что-нибудь массовое, бафы, не бафы. Что же, карать мы будем лучников? О чем тут вообще говорить? Достанешь, не достанешь. Еще бы ты достал. Многовато грифонов. Надо сокращать их количество. Думаю, что здесь лучников сейчас щит применил. Окей, два стрелка убил. Это все, все, что ты смог наколдовать, Саруман? Блин, там вот этот идет. Но он не должен достать, по идее. Сколько у тебя скорость? Шесть. Нет, он достанет. Не достанет. Ха, четыре. Отдыхаешь. А, так я раньше хожу. Я тупанул, да? Я могу просто успеть уйти. Все. Добью-ка я, пожалуй. Чего он так любит щит применять, а? Этот герой. Да ты посмотри, а! Ой, как хорошо, что я его замедлил. Все-таки это сыграло роль. Так, 88 на 75. Должны отвалиться, по идее. Четвертый уровень против первого, да. У этих пять скорость, да? Давайте я по уму постараюсь чуть-чуть. Да куда, блин, тебе еще ходить? Ну просто тут одни ближники у него. Можно размотать, как бы. Зомби в обратную пошел. 70 урона. Смотри, как он убить хочет, а? Так, ладно, погнали. До свидания. Так, эти должны отвалиться. Да ладно. Не отвалился. Ух ты, блин, он сейчас еще второго чемпиона убьет. Это алибарчики, они прочная, зараза. Еще мне нужно купить эти боеприпасы. Сколько тут выстрелов осталось? А, ну выстрелов еще много. 15. Осталось. Хватит, а? Да, все. Ну, пойдет. Ого. Вот это я понимаю. Сорвал куш. Так, что тут? Повторяющиеся артефакты я такой находил уже. По-моему. А, это мой. На мне и было все. Волна смерти невосприимчивая. Так, волна смерти действует только на нежить. А у меня нет нежити, это глупо. Уровень силы на 2 балла. А здесь на 1. Силы заклинаний. Имеется ввиду. Так, здоровье на 1 всех в армии. Но, по-моему, это такое себе. Ну, то есть, здесь, допустим, станет не 10, а 11. Здесь станет тоже 11. Да, такое. Продолжительность экзеклина 2 раунда. Отнимает у вас и у вашего противника все бонусы удачи. Ну, это понятно. Тот, кто не любит против удачи играть, он стоит эти часы. Мастерство орлиного глаза на 10% боевой дух. На 1. Повышает. Уровень удачи, голубка. Ну, как бы, этот 4-х листный клевер тоже дает столько же. Короче, лишние. Артефакты. У меня теперь больше приростов, да, но... Стоит учитывать то, что у меня выросли доходы и выросли расходы тоже. В двух замках теперь армии покупать. Ну, в принципе, я думаю, я здесь пока не буду ничего приобретать. Муниципалитет нельзя купить, к сожалению. То есть, 1 тысяча в день тут максимум. Да, опыт уже все. Ты посмотри, а, кто там ходит. Понятно. Вопросов больше нет. Согласны принять? Давай. Горгулья на халяву, почему бы и нет. Так, что по артефактам у нас? Уровень силы на 1. Радиус разведки на 1. Нет, не интересует. Недостаточно провизии, чтобы прокормить. Да ты серьезно, что ли? Из-за того, что я взял копейщиков. В принципе, я думаю, можно даже погулять по водоворотам. Там теряется часть существ в водовороте. Ну, как бы, когда у вас одно существо, которое нельзя отнять, потому что тогда... Ну, герой не сможет передвигаться. Это вам не четвертый герой. Так. Спрятался, бедненький там, да? Зажался в уголочек. В замке. С надеждой, что... Да... Я понял. Тут больше нету других водоворотов. Так, ну, Горгулья просто... А, это у него тактика, ты смотри. Правда, вот защитников нет на стенах. И нет лучников. Ему придется идти. Я могу ждать. Спокойно. С удачей на нафиг. Так, где там Горгулья? Их я буду отдавать спокойно. Так, ты стоишь на месте, не рыпаешься. Самых опасных. Выбиваем. Так, чё? Беса убить. Оооо. Ты следующий. Три Горгулья потерял. Ну, как бы ничего страшного. И, по идее, подземный мир. Последнее место, куда нам надо. Неплохая тут армия уже собралась. В принципе. Тоже уже может что-то. Я не знаю, как тут. Не помню, переносится тут войска или нет на следующие миссии. На всякий случай лучше. Обладает вторичным навыком. Мистицизм. А что он дает мистицизм? А, восстановление маны. Так это неплохо. Нам нужно сюда. А с другой стороны, я смотрю, тут еще есть. Да? А как туда попасть? Наверное... Ага. Возьмешь на себя... Я не думаю, что там серьезное войско. Сороша на себя возьмет. Так, а тут я смотрю... Ого! Ну, тут даже есть нормальные цифры, я смотрю. 277. Так, ну, медузы, блин, опасны. Кстати, неплохо я их убил. Да ладно, метеоритный дождь. Офигеть. Ну, слабенький, но все же. 9 стрелки погибает. Ладно. Они уже не будут стрелять в этом ходу, поэтому... Игнорируем. Ну, вот, от ветки сбивать горгулья, самое то. Для большего она мне и не сгодится. А, ну, походу им сейчас больно будет. И то они с удачей покарали нормально так. Надо разделываться с этими войсками. Ну, первая миссия, самая легкая кампания, походу. Ох, неплохо. Не смог он убить? Не смог. Надо было в стрелков стрелять, дурик. Теперь ты больше уже ничего не сделаешь. Ну, неплохо так. Ну, за счет метеоритного дождя, конечно, посносил. Я так подозреваю, здесь тот самый город, который нам нужно взять. А может быть и здесь. Но подземный мир-то для чего-то сделан, правильно? Не просто же так его сюда запихнули, чтобы был. Единственный вход туда. Так, Сорша, давай-ка, поднажми. В принципе, можно было бы еще это забрать. Да ладно. Э? Так, там на город, походу, хочет, да, пойти? Ну, что, я не успею, серьезно? И тут проскочить можно. Это значит... Это значит, что нужно купить гарнизон. В случае, если сейчас нападет. Чтобы можно было отбиться. Потому что может проскочить и напасть на город спокойно. Хм, смотри, а. Что, будем бегать, что ли? Не повезло. Ой, а что такое? Армии не хватает, да? Ох. Тебе не повезло. Блин, не долетаю, ну ладно. А, да? Понял. Благословляет. Ну, троих убил, дальше что? Что ты теперь будешь делать? Гарпий, конечно же, бьем, потому что они ходят сейчас. Неплохая попытка, но нет. Три грифона. Все. Продвинутое нападение. До свидания. Значит, мы тут сходим сейчас. В принципе, можно подкрепление вот это взять, я думаю. Из этого замка. Ты смотри, а, какая тут тропинка, блин. Узко еще фиг пройдешь. Ё-моё, что это вообще такое, а? Туда можно пройти? Так, а что это у нас тут опять за герой ходит? А, это фигня. Разведчик. Это просто разведчик. Его мы раскатаем без каких-то проблем. Но для устрашения лучше взять подкрепу. А, тут золотая шахта. Неплохо, я зашел. Куда ж ты идешь-то, а? Ты думаешь, мимо меня проскочить, что ли? Прямо встал в точку, куда я хотел идти, и теперь я на него нападаю спокойно. Странно это. Походу сюда, судя по костям, а может быть и нет. Тридцать грифонов. Тридцать грифонов. Тридцать грифонов. Просто, больше ничего нет. Я думал, там один-два. Тридцать, я удивлен. Пытается рыцаря убить. Ага. Так, ну, ответки тут не сбиваются никакие. Это грифон. Он отвечает на все удары. До свидания. В принципе, наверное... Да пусть в замке сидит. Золотая шахта. Нужна ли она мне? Нет. Не нужна. Я надеюсь, это тот самый город. Я что-то не прочитал даже. Он или не он. Тут будут потери. Потому что тут отстроен замок. Ты смотри, а. Сильнее первого уровня нельзя кастовать. Ну ладно. Какая разница-то. Каменная кожа. Блин. Поломать этих гарпий. В принципе, почему и нет. Гаргульи в город полезут. Так. Защита. Медуза больше не опасна. Значит, убиваем глаза. Отлично. Согрались на... На гаргулью. Блин. Тут смогу я зайти или нет? Вопрос. В принципе, ладно. Я пойду в атаку. Тут уже не осталось никого. Не смогли убить, да? Не смогли же. Да нет, вроде не смогли. У меня их, по-моему, было 13. Но я ману не буду тратить. Как бы уже все. А, да. Все, получается, мы прошли первое задание. О, следующее задание тут, смотрите, молитву предлагают фанатики или ангел. Но это и уровень сложности тут посерьезнее уже нормально. Но это будет в следующей серии. А на этом я пока что с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok